Приветствую вас. Интересно, почему вы задаете этот вопрос психологам, а не лингвистам. Они бы лучше, наверное, ответили бы на ваш вопрос. Я думаю, что первое слово в буквальном смысле можно охарактеризовать как высшую степень объективности и человеческого восприятия окружающего мира. То есть моя действительность, это та среда, в которой я живу и действую, ваша действительность, в которой вы живете и вы действуете, ну и в принципе действительность и среда, в которой действуют другие люди, например. То есть это всегда носит личный окрас, потому что это непосредственно среда деятельности человека. А реальность, это вне зависимости от желаний и потребностей человека, это состояние объективного мира. И несмотря на довольно-таки частое и сильное, может быть, совпадение реальности и действительности, между ними есть разница, а именно личностный окрас человека. То есть, теми словами, то, как конкретный индивид воспринимает окружающую его реальность, ну или часть реальности, доступную индивиду в, так сказать, в области его сознания. То есть, понимаете, реальность – это что-то объективное, существующее вне зависимости от человека, а действительность – это то, что создается непосредственно самим человеком. При этом обладает также определенной долей объективности. Но в действительности больше субъективного, чем в реальности. В реальности субъективного в буквальном смысле слова нет ничего. Еще раз повторю, мы говорим сейчас исключительно о буквальных смыслах этих слов. Я, кстати, склоняюсь к той мысли, что эти слова являются синонимами. Но мне представляется такое вот разграничение этих терминов, еще раз повторю, как специалиста в своей области. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok